Мы специально выбрали клипы позануднее, чтобы они не отвлекали нас от главного. Главное в данном случае называлось Кот Рути, долина реки Рон, производителя Тьен Гигаль. Виноградник Кот Рути настолько мал, что его можно окинуть одним взглядом, не поворачивая головы. В особых свойствах этого маленького участка и в величайшей скрупулезности и профессионализме Марселя Гигаль и заключается секрет уникальности и неповторимости вина Кот Рути. Оно обладает густым рубиново-лиловым цветом, гаммой ароматов фруктов, дуба и ванили, чернично-смородиновыми нюансами, открывающимися при глотке. При этом вино насыщенное и терпкое, поэтому требует выдержки для полного раскрытия своих свойств и достижения большей легкости. В общем, убойная сила. Мне кажется, что вино это смертельно совершенно. Очень долгое послевкусие. Это, так сказать, суд. Да, Вы пришли к единому мнению. А долгое послевкусие, оно для французских вин очень важно, вплоть до того, что, например, существуют градации по секундам, когда, скажем, вино от 1 до 5 секунд, имеющий послевкусие, считается, так сказать, средненьким, до 10 – хорошим, а после 10 секунд просто выдающимся. Да, но вот тут написано, что… Только на неделю остается вкус. Тут написано, что требует выдержки. И еще написано, что способность к выдержке до 100 лет. Не многих человек… Способен здоровее. Но если его пить, то можно… И доста дотянуть, да. Борис Борисович, вот тот клип, который мы посмотрели, только что называется «Дзен», то есть, ну, естественно, дзен-буддизм и так далее. Буддизм, насколько мне известно, это единственная из мировых религий, которая очень лояльно относится к употреблению алкоголя. Вот не с этим ли связано то, что ты известен у нас в России как апологет учения великого, вечно зеленого Будды? Думаю, что нет, потому что, во-первых, даже в деяниях апостолов, когда апостолы заговорили языками, и все окружающие сказали им хором, да ребята нажрались. Кто-то из них справедливо с негодованием сказал, простите, еще не с шести часов вечера. Забивалось, что до шести, как бы, апостолы трезвые. То есть, я думаю, что христианство никогда даже не поднимало этот вопрос. И почему в России православие является главенствующей религией? Потому что о спиртом, собственно, в Новом Завете сказано совсем мало, кроме того, что Христос говорил о том, что его все время пеняют, что он пьет с блудницами и преступным элементом. А где спокойно относятся? Он просто спокойно относится. Дело, вечно дело каждого. Хочешь себе замутнять голову? Замутняй не хочешь, не замутняй. Да, да, да. А вот это, в этом ты прав. Вот наш последний альбом, как раз я хотел с удовольствием тебе его подарить. Вот Саша Лепницкий, не даст соврать, мы вымикшировали как раз под... Огромное количество французского вина, и микс пошло только на пользу. Спасибо, очень милый. Гиперборея. Называется новый альбом группы Аквариум. Так, мы покончили с красными винами, и теперь постепенно через такой промежуточный розовый цвет переходим к белому. Так, розовое вино. Практически. Ну, я тебе налью, поэтому очень немного, Даша. Спасибо. Я пил розовое вино, кстати, в той же самой Франции. Неплохо идёт под море продукты. С курицей тоже. Бонзай. Смотрим, и запи. Наш друг Илья из Агроимпорта сказал с самого начала, что розовых вин такого же уровня, как красный или белый, в принципе, не бывает. Тем не менее, я настоял на том, чтобы одно розовое вино в качестве переходного периода у нас всё-таки было. И это Каберне-Донжу, долина реки Луар, производитель Домен-де-Бумар. Вино обладает нежным розовым цветом, ароматом свежих ягод смородины. Будучи слегка сладким, оно отличается лёгкостью и нежностью. Мне это вино, как воинствующему дилетанту в винологии, очень нравится. Он наезжает, наверное, скажется. Это вино, с моей точки зрения, нужно пить в породниках, молодым людям и девушкам, для поднятия тумаса. Замечательное вино. Если я пил это вино, когда мне было 18 лет, я вообще с выглядел лучше. Ну, мне тоже кажется, что лично для меня просто не поклонник сладких вин в принципе. В этом смысле я доверяю французам, которые обычно говорят, чем суше, тем лучше. Это относится и к игристым, в первую очередь к игристым винам, то есть к шампанским, но и к тихим, сухим. Так сказать, они на первом месте всегда. Даша, я думаю, что следующий вопрос обращен к вам, как к профессионалу. Насколько доступны вот все эти дары французских виноградников покупателям у нас в Российской Федерации? Да, буквально на этой неделе, на открытии первого винного клуба в Москве, который называется «Уяра», который расположен там же, где винный магазин «Уяра», и который возглавил очень известный французский шеф-повар Сомелье Патрик Пажес. Ну, так сказать, те, кто увлекаются французской кухней, наверняка его знают. И там, в общем-то, в чем судит это заведение, в том, что в клубе, то есть в ресторане, можно попробовать винно по ценам магазина. А это от 50 тысяч рублей за бутылку. А в магазинах-то они бывают или нет? Вот в таких магазинах специализированных бывают. Бывают и в супермаркетах, в принципе. Но в чем беда, в принципе, наших сегодняшних и ресторанов, и магазинов, по крайней мере, московских, за которые могу отвечать? Покупаются, а потом, соответственно, продаются этим несчастным покупателям, вина «Гран-Крю», то, что называется «Великие вина». Борис наверняка знает, это «Великая пятерка». Бордо, Шато-Ла-Тур, Шато-Ла-Фит, Шато-Марго, Обрион, Шеваль-Бран, Икем, Петрюс, вот такого плана вида. Вина, которая... Даже не пятерка, вы перечислили. Я назвала даже больше, да. Который стоит тысячу, две тысячи долларов за бутылку, и на который, как бы, людям нужно зарабатывать целый год, наверное. По крайней мере, полгода простым людям. Есть вина просто, так сказать, без домен, без мезон, то есть без шато, без упоминания конкретного производителя, а просто апеллясион или даже провинции, то есть просто Бордо на этикетке, или просто Бургонь. Но это, так сказать, самые ординарные вина, которые тоже могут дать только самое общее представление. Наверное, в них все-таки есть что-то... Нет, я бы сказал, что как раз в них очень мало что есть, и уж лучше пить водку, чем пить среднее вино. Или молдавские, те же Каберна-Совиньон, которые, в принципе, ничем не отличаются от ординарных французских вин. Они из того же винограда, в принципе, тот же Пеногри. Я все понял, и хотел бы поздравить вас с тем, что мы переходим к финальной части нашей программы, а именно к белым винам. Как-то меня смущает, что ты занимаешься сначала мне, а потом далее. Это шевалер, потому что вы для меня оба дорогие гости и высокие профессионалы. Вот у нас тут царство феминизма. А, ты феминист? Я феминист. Мужчина первым. Практически с рождения. Нет, я феминист и к тому же левак. То есть я начинаю всегда слева. Санте. Согласно меткам и наблюдения Бориса Борисовича Горебенщикова, нас ненавидят уже, наверное, не только вы, но и наша съемочная группа. Вот действительно, действительно очень больно наблюдать за группой людей, которые пьют хорошее вино, при этом ни с кем не делятся. Даже, вроде бы, не получая слишком большого удовольствия от этого процесса, а высказывают какие-то соображения. Получаются, получаются. Мы, мы, мы имеем вино Шабли, Гран-Крю. Что такое Гран-Крю вы только что узнали от Даши. Бугро. Бугро. Практически русское название. Бургундия. Также производитель Ля Шаблизьен. Вино имеет золотисто-палевый цвет с зеленоватым переливом и тончайшим ароматом свежескошенного сена. Во вкусе улавливаются оттенки вяленых фруктов. Способность к выдержке, кстати, 25 лет. То есть, нужно торопиться. Угу. Борис Борисович, кстати, попросил даже вторую порцию этого вина, чем-то оно его зацепило. Борис Борисович, к какому выводу вы пришли, опрокинув аж две порции? Замечательное вино. Я белое, в принципе, пью очень редко. Как-то не приходится. На красное жизнь не хватит. Распыляться на белое я не могу позволить себе. Но, конечно, когда приходится пить хорошее вино, это сказка. Ну, Шабли – это классика. Это классика просто. Я тоже, на самом деле, больше люблю красное вино, но для белого вина – это, так сказать, лучшее, что можно себе представить шабли. Заменяет сезон на дачу. Заменяет сезон на дачу. Одна бутылка, и как будто ты провел для этого… Гениально, особенно, если она стоит действительно тысячу долларов, то… Ну, уж это стоит не тысячу долларов. Нет, это, конечно, нет. Это стоит 100 долларов 45. Тем лучше, тем лучше, значит, можно сэкономить массу денег на сезонные дачи, а также дорогах туда и обратно. Главное, что быстро. Среди бургундских, кстати, вот я называла, вот, чтобы, так сказать, тоже зрители не пришли в ужас, и волосы у них не стали дымом, я называла пятерку Бордо. Среди бургундских самое дорогое вино, где-то уже вот под тысячу, может быть, еще чем-то у нас в Москве, это Руманной Конти. Это самое дорогое бургундское. Шабли, конечно, нет, оно вполне демократично, чем и приятно. Да, 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 да. Ну, хоть вы дальше и любитель, но все-таки гуру, никуда вам от этого не деться, вашу ресторанную критику подсюду читают. Наливаю вам первый. Борис, Борис, еще второй. Попробуем. И у нас последнее, у нас самое последнее на сегодняшний вечер. Дегустационная порция белого вина. Тримбаха называется вино из Эльзаса, то есть это самый север Франции. Ну вот, и с этим самым, с этим самым пиногритакай из Эльзаса, северной провинции Франции, мы вас и покинем, дорогие российские телезрители. Итак, наши гости. Дарья Цивина, ресторанный критик, газета «Коммерсандели», телепередача «Ресторанный рейтинг», и Борис Борисович Гребенщиков, автор-исполнитель, певец, композитор. Борис Борисович, одним словом, ансамбль «Аквариум». Наша программа была посвящена элитным французским винам, извините уж, что такие водятся на белом свете. Мы желаем вам спокойной ночи и продолжим их распитие, естественно, уже в ваше отсутствие. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Au revoir. КОНЕЦ